Всем привет! В этом видео мы поговорим на необычную для нашего канала тему, это выборы президента США в 2020 году. Я думаю, это будет актуально для многих семей, которые планируют обучение своего ребенка в Америке, потому что, ну, чтобы вообще понять, что сейчас в Америке происходит. Станет ли уже Байден точно президентом или у Трампа есть какие-то шансы все-таки зацепиться? Кого на самом деле народ в Америке поддерживает? Байдена или Трампа? И действительно ли эти выборы были сфабрикованы? И пообщаемся в этом выпуске мы с нашим консультантом по поступлению в американские вузы, с Анастасией Статковской. Настя живет в Нью-Йорке и из центра событий американской жизни она поделится своим видением того, что сейчас происходит в Америке. Сейчас очень актуальна тема выборов в Америке, потому что не совсем понятно, что происходит. Трамп говорит, что выборы куплены и сфальсифицированы, и все как, условно, в наших странах. Байден заверяет, что он стал президентом, и его уже окончательно выбрали. Что вообще, расскажи, сейчас происходит в Америке, и за кого реально, скажем так, кого реально поддерживает народ? Ну, вот то, что я вижу на улицах, когда неофициально победил Байден, все были безумно рады, все ездили на машинах с большими флагами, кричали, праздновали. То есть я, ну, практически все американцы, которых я знаю, отмечали там чуть ли не неделю вот эту его победу. И сказать там что-то, что, например, там, ну, к примеру, если я не поддерживаю Байдена, и сказать им это в лицо было невозможно, потому что люди сразу очень злились и могли сказать, как же так, как там. И у меня даже есть подруга, которая просто выложила пост в Инстаграм, что Байден победил не по-честному, и там ей просто начали писать кучу сообщений, что мы тебя депортируем. Хотя там ее невозможно депортировать, у нее паспорт уже есть. Мы тебя депортируем, как ты могла, как ты можешь быть за Трампа. Ну, то есть люди как-то непадекватно совершенно, ну, его поддерживают, то есть просто, ну, в каком-то сумасшествии. Вот то, что я вижу, американцы, которых я вижу, знаю, они поддерживают Байдена, и все были очень рады. А в основном люди, русские или иностранцы, они поддерживают Трампа. Вот, так что, ну, все уверены, что Байден победил, но это не официально на самом деле, так что пока это еще не понятно. Ну, с чем это связано? Потому что Трамп — это, ну, скажем так, олицетворение настоящего капитализма и настоящего американца. То есть человек, который вышел, ну, по сути, там, прадед вышел из иммигрантов, люди строили себя сами. Такая история, условно, успешного успеха. Вот. Трамп харизматичный, лидер и все такое прочее. А Байден уже, ну, по сути, там, дед, которому, по-моему, 78 лет, и который ни сегодня, ни завтра уже не сможет, там, не то что жить, не то что работать, возможно, не сможет и жить. Вот. Почему, как бы так, не любят Трампа, и с чем связана вся эта популярность Байдена? Ну, Трампа не любили прям сразу, даже когда его только выбрали. Я помню, я училась еще в университете. У нас на следующий день в университете был объявлен траур. Можно было не ходить на все уроки, потому что все были очень сильно расстроены, что он стал президентом. Ну, я думаю, что очень сильно усугубило, в принципе, эту ситуацию, его реакция на вирусы, как бы, как он среагировал. Америка же была просто одна из самых последних стран, которые признали вообще этот вирус и начали что-то делать. И люди очень разозлились на него. Ну, это, в принципе, логично. Ну, есть у него там были разные высказывания странные очень. Там можно пить хлорку, там, ну, из такой всей серии, чтобы вылечиться от вируса. Я думаю, вот именно это усугубила его политика в отношении, как он урегулировал всю эту ситуацию. Я не знаю, для меня очень странно, почему его так не поддерживали никогда. Ну, наверное, вот причина еще в основном та, которую ты назвал, и что он вышел из семьи иммигрантов, и про капитализм. То, что, ну, для меня все равно, я думаю, что люди поддерживают, как они считают, из двух зол меньше. Но то, что там, когда Байден был вице-президентом, и не издал вообще ни одного там толком закона, и ничего толком не сделал, об этом никто не думает. Просто все рады, потому что то, что, по сути, пока выигрывает не Трамп, а как будто бы Байден, но это все равно, это все еще может измениться. Такой мой ответ. Ну, а какие, скажем так, что Америке говорят об возможных изменениях с президентством Байдена? То есть, ожидаются ли какие-то изменения, скажем так, в мировой политике и внутренней политике Америки? Ну, конечно. Ну, вот то, что известно уже точно, то, что это будут очень высокие налоги у богатых людей с Байденом. И поэтому, как бы, очень богатые люди за него не голосовали и не поддерживали его, потому что это, ну, просто сумасшествие, то, что он хочет там сделать. И это прям уже точно. И то, что еще точно, что мы вообще все время будем везде в масках абсолютно всегда при Байдене. И я, как бы, тоже считаю, это неправильно, потому что те маски, которые продаются, которые всех, они защищают ни от чего. Нужны прямо специальные такие маски и специально всем их раздать, их нужно постоянно менять, это невозможно сделать. Вот. Вот такие будут перемены. Вот это то, что уже точно известно. Так, все остальное... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!